А в субботу на стадионе «Металлург» состоялся ежемесячный турнир дворовых футбольных команд. На этот раз он имел отличительную особенность. В нем приняли участие почетные гости – студенты из Севастополя. Все подробности о продолжении путешествия крымчан на подмосковной земле в репортаже Юлии Пагасьян. Здравствуйте, Ленинского района, город Виндзе. Сейчас, наверное, пройдем в группу «Металлург». Субботнее утро делегации «Севастополя» началось на стадионе «Металлург». Крымской футбольной команде предстояло принять участие в традиционном турнире дворовых команд. Но сначала они встретились с видновскими мотоболистами, где президент спортивного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев рассказал ребятам о мотоболе, пригласил нас в чемпионат России в Тихорецк и подарил памятные подарки. Футбольная команда города Севастополя от мотобольной команды «Металлург» на карту чемпиона Европы, СССР, России. Здесь ребята расписали. Даже не ожидали этого подарка. Идея пригласить любительскую футбольную команду города Севастополь на этот турнир возникла из-за тревоги о судьбе Крыма. Алексей Митрюшин выступил с инициативой позвать ребят «Видное» для того, чтобы они увидели. Здесь за них переживают и желают только добра. Это прекрасная возможность познакомиться со сверстниками, живущими в Подмосковье, и начать дружить. Одна из самых важных задач – сделать так, чтобы Крым как можно быстрее был интегрирован в Россию. Это зависит от нас. Это зависит от нашей гостеприимности, дружелюбности наших дел, наших действий. В Крыму есть Ленинский район. Как в городе Севастополь, так и в самом Крыму отдельно. Мы сейчас выступаем с инициативой, мы сделали такое предложение о том, чтобы стать побративами. Не одно десятилетие Крым находился в составе Украины. Но люди, проживающие там, все равно относили себя к русским. И вот теперь с гордостью в сердцах они законно заявляют «Я россиянин». Когда объявлено было то, что президент принял решение о вхождении Крыма в состав России, люди плакали на площади Нахимова. Мне очень приятно, что эта волна патриотизма в России началась. То есть, как бы, Севастополь, многие говорят, да, Севастополь может стать символом такого вот патриотического возражения самой России. Турнир дворовых команд – это ежемесячное мероприятие, в котором принимают участие любители футбола без специальной подготовки. Здесь регулярно собираются около сотни ребят, чтобы сравнить свое мастерство. На этот раз и российский Крым по праву боролся за звание чемпиона. Севастопольцам по жеребьевке предстояло играть с видновской звездой. Обе команды не собирались уступать друг другу. Мы его будем выкладываться на полную силу и постараемся выиграть. Знаю, что выиграем. Мы здесь даже проиграем, ничего такого. Главное – участие, а не победа, правильно? В основное время игра закончилась 2-2, но все же в серии пенальти победу одержала команда Севастополя. Теперь крымчане летом ждут у себя делегацию Ленинского района на ответном футбольном турнире. Юлия Погосян, Константин Брилов, Наталья Буслаева, ВИДН.ТВ.